Все приходит к тому, кто умеет ждать. Я очень в этом смысле эгоистичен. В детстве вас хвалили мало. Возможно, даже психологи захотят со мной поспорить. Хороший вопрос. И профессия уже звучит как инструмент. Это другая история. Я тоже продвинутый, видимо, человек в этом смысле. Ну, так пишет пресса. Мы для себя это делаем. Это в природе человек. Мальчик должен воспитываться через преодоление препятствий. В этом смысле мне очень повезло. Кино-карьера у вас поставлена на паузу некую. Есть во что обуться, одеться. Даже мясо иногда в холодильнике появляется. Все хорошо. Если мы говорим о спектакле... Вы святая? Нет. Нет, я тоже. Святой Володин. Хотя имя у вас означает «чистое». Само понятие «любовь» сегодня довольно размыто. Да, это проблема. Или только своим примером, только показать. Для меня это очень важная штука. Много актеров, но нет лиц. Спасибо вам большое. И вам всего доброго, знаете. Всем здравствуйте. Это программа «Крупным планом». Меня зовут Инесса Буланкова. Каждую неделю мы с вами открываем новые грани известных людей. Сегодня наш гость – заслуженный артист России, актер Анатолий Белый. Анатолий, здравствуйте. Честно, для меня большая честь познакомиться с вами. Здравствуйте. Ну, хорошо. Есть замечательное выражение. Я думаю, что мы все его слышим довольно часто. Все приходит к тому, кто умеет ждать. Но при этом полярным выражением является, что в принципе дверь сама не откроется, если туда не постучать. Вы к какому лагерю больше относитесь? К какой категории людей? Вот кузнецов своего счастья? Или тех, кто может верить в свою жизнь Богу, не форсируя события? Ну, все-таки скорее первая. Все-таки скорее к первой категории, потому что, как вам сказать, действительный подлежащий камень, и стучаться надо, и если ничего не делать, то, в мое мнение, ничего и не произойдет. С другой стороны, Михаил Афанасьевич Булгаков сказал, никогда ничего не просите. Сами. Особенно у тех, кто сегодня его, сами придут и все дадут. Ну вот здесь есть такая, как сказать, вилка что-то, что ли. Потому что, с одной стороны, я действительно понимаю, что биться надо, и без этого я не могу жить, и мне надо делать, и мне нужны стенки, и мне нужно их пробивать. Может быть, я сам их для себя иногда выстраиваю, для того, чтобы их пробивать. А с другой стороны, сейчас уже действительно приходишь к какому-то ощущению, что многие стенки, многие кирпичи лишние. Что действительно в какие-то моменты тебе нужно, что называется, отпустить ситуацию. И тогда, да, откроется как бы шлюз, и пойдет что-то, да, что тебе хочется. Ну, это приходит как бы со временем, но, в принципе, я так по натуре боец. Мне очень понравилась ваша фраза, причем она была сказана довольно в таком юном возрасте. Я никогда не стремился быть популярным, я хотел быть крепким артистом. Да, да. И вот когда такое отношение к делу, это и профессия уже звучит как инструмент. В вашем случае инструмент для чего? Ну, в моем случае моя профессия – инструмент моей же души. То есть я очень в этом смысле эгоистичен. Я занимаюсь этим. Ну, для меня это в некое рода терапия, скажем так. Потому что на сцене, в кадре, скрываясь за личиной другого персонажа, я могу выместить, высвободить, высказаться так, как в жизни, например, не смог бы. Вот, поэтому для меня это инструмент моего собственного душевного здоровья, скажем так. Вы не единожды уже упоминали в своих интервью, что в детстве вас хвалили мало. Здесь, наверное, многие мамочки со мной поспорят, да, возможно, даже психологи захотят со мной поспорить, что мужчина должен, мальчик должен воспитываться через преодоление препятствий, да, и, соответственно, там особо по голове гладить не нужно для того, чтобы он очень уверенно держался на ногах. Но вы сейчас, как многодетный отец, к чему больше склоняетесь? Нужно ли хвалить и сына, и дочь в одинаковой мере? И вот такой вопрос. И часто ли вы с детьми говорите о своих чувствах? О том, что вы любите? Часто ли вы их хвалите? Угу. Начнем с того, что я маленький, и Максим и Виктория маленькие – это две разные планеты. Человек очень изменился. И то, как воспитывали меня, то, каким был я, ну, если хотите, на генетическом уровне – это другая история. Сейчас дети действительно другие, действительно идет прогресс внутри, да, и не скажем, ну, да, прогресс. Я думаю, изменение человека, не знаю, на уровне хромосом, мне так кажется. Я, конечно, не генетик, но мне так кажется. И, по крайней мере, те инструменты, которые использовала моя мама и отец в воспитании меня, к ним уже никак не пригождаются, и не могут пригодиться, и неприемлемы. Я считаю, что все к лучшему, во-первых, потому что мама меня много не хвалила с отцом, и это хорошо, потому что мне нужно было, да, довольно-таки к такому, как сказать, ну, как благополучный ребенок, да, мама есть, папа есть, все живы, все здоровы, есть во что обуться, одеться, даже мясо иногда в холодильнике появляется. Все хорошо. Вот, так вот, все равно, как сказать, превалировало женское общество, да, то, что папа много работал, и для того, чтобы быть, действительно, правильно, вы сказали мужчиной, и в жизни потом, как бы, твердо стоять, вот это такая спартанская история, когда тебе ставят планку, 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 и ты должен все время идти, как бы, не останавливаясь на похвалы. Я считаю, что в моем случае это было правильно и здорово, и воспитало как раз во мне, вот, как бы, да, бойцовские какие-то качества внутренние, я имею в виду, не физические. Что касается моих детей, то, и, конечно же, у меня в этом смысле очень большая, не то, что в помощь, а я в помощь своей жене, потому что моя жена, она очень тонко чувствующий, современный человек, и в психологии, и в воспитании, идущие в ногу со временем, ей просто это интересно, и гиппенрейтер, и все какие-то последние изыскания в области психологии, воспитания, она это все впитывает, ей это интересно, и в этом смысле мне очень повезло, мне вообще с ней повезло, вот, что она меня во многом направляет, мои старые энергии, которые авторитарны где-то, ну, не хватает времени, срываешься, да, для того, чтобы тебя слушали, ты применяешь, как бы, сильный голос, при этом, конечно, становишься слабым, вот, и так вот, этот баланс, да, чтобы не уйти в эти старые энергии, которые уже не приемлемы к нашим детям, она мне все время подкидывает разные вещи, как, что, и я ее слушаю в этом смысле, я ее слушаю очень, и мы с детьми много говорим о чувствах, и мы с детьми говорим только, ну, вот, если что-то происходит не так, то я стараюсь, у меня все время этот пункт сидит в голове, что мне нельзя сказать, там, обругать, как бы, ну, поставить какую-то там, да, вот, человеку заслонку какую-то, да, и его напугать, и он все равно ничего не поймет, он только поймет, что это, ну, он не услышит меня прежде всего, вот, а мне бы хотелось, чтобы все-таки мои дети меня слышали, поэтому я говорю о том, что я буду расстроен, если ты так сделаешь, мы с мамой, там, да, не сможем с тобой дружить, если ты не будешь честен с нами, или честным человеком, да, то есть, как бы, вот, именно, вы все правильно говорите, вы тоже продвинутый, видимо, человек в этом смысле, что с детьми надо говорить о современном, детям маленьким надо говорить о своих чувствах, и только таким образом они подключаются к тебе только через чувства. Мне очень нравится то, что ваша семья периодически, так или иначе, фигурирует в благотворительных проектах, и вы вовлекаете детей, ну, так пишет пресса. Ну, иногда, иногда, да. А для вас важно, чтобы дети были вовлечены? Для вас важно развивать в них как раз вот этот момент эмпатии, сострадания? Ну, риторический вопрос, конечно. У нас как раз программа со звездочкой. Понятно. Конечно же, я считаю, это очень важно. Я считаю, это очень важно, потому что, как вам сказать, зачастую мы, как бы, думаем, что это и так понятно. Ну, нам, взрослым, это и так понятно, да, что нужно помогать, что сострадание, и, как бы, да, это одно из основных, как бы, да, качеств, чтобы человек, чтобы выжил, в общем-то. Но нам кажется, что это, как бы, обропов уже всем известно. Но в детях, если это не культивировать, не воспитывать, да, то мне кажется, что они до конца не поймут. Это все равно останется вот эта нотка равнодушия, да, как бы все равно какого-то... Не то, что равнодушия, а отдаленности, да, то есть, как бы, это где-то там, меня не касаются, там бедные дети, там болезни, там где-то. Вот. Вот. А в разумных пределах, приближая это к себе, и эти истории, эту, да, эту тему, и говоря о том, что, ты понимаешь, у тебя все здорово, но вот есть кому, да, нехорошо. И до тебя это не займет много. Это как почистить зубы, как дышишь, как... должно быть так же, так же. Взял помолку. Это в природе человек. Поэтому мы их привлекаем. Мы там недавно на центральном рынке ходили, там, дико мороженое готовило вовсю. И через вот эту игру, через... Она в кайфе, у нее глаза горят. Я думаю, что эмоциональный след у нее останется огромный. И все. Это самая главная эмоция. Она останется, и в свое время она всплывет, и мне она поможет. А для кого это больше делаем? Мы для себя это делаем? Я считаю, что мы же не святые с вами. Вы святая? Нет. Нет, я тоже. Святая Владимир. Хотя имя у вас означает «чистое» с испанского языка в переводе. Но я на другом, что, конечно же, у нас много гордыни, эгоцентризма, тщеславия и так далее. Поэтому я реально отношусь к людям. Мне кажется, что идеализировать, в том числе себя уж тем более, ну как, мы делаем это и для себя тоже. Не надо говорить... Ну, мне кажется, это ханжество. Говорить, нет, я не делаю это для себя, я делаю это для других. Где-то подсознательно. Человек такое существо. Если он не святой, он делает это и для себя тоже. Творчество очень часто сегодня, так или иначе, синтезируется с благотворительностью. И вы, как никто другой, об этом знаете, потому что сами участвовали в замечательном спектакле, инклюзивном, прикасаемый. Плюс ваш проект, о котором, кстати, говорят действительно через один таблоид, это кинопоэзия. Она ведь тоже создавалась в том числе для того, чтобы расширять эти рамки. И как проект, который тоже имеет место быть инклюзивным. Имеет, конечно. Для вас, вот по порядку, если мы говорим о спектакле, прикасаемый, да, и об этом инклюзивном проекте. Что у вас менялось, какие эмоции у вас были при общении с людьми особенными? Не всем это просто дается. Мне было очень тяжело, потому что, ну я честен перед вами, по крайней мере, это непросто общаться с людьми особенными, которые лишены слуха, речи и зрения. То есть, да, практически полностью коммуникация с миром отсутствует. Это очень непросто. Это тяжело душевно, духовно. Ты выматывала меня это. Но что я для себя как бы почувствовал в себе, скажем так, это не было каким-то открытием, озарением, никакого луча сверху ко мне не спускалось у дерева. Я просто понял, что потом, в течение репетиции, потом я вдруг задумался, прямо пришла такая мысль о том, что я очень часто мною не по делу. И я когда что-то там, значит, скатываюсь в какое-то уныние, вот у меня появился такой инструментик, такая кнопочка. Я вспоминаю об этих людях, и мне как-то становится стыдно ныть. Вы знаете, на самом деле, в общем-то, с нашего кинопоэтического ролика для фонда соединения, в общем, фонда вот как раз помощи слепо-глухонемым людям, и началось знакомство, и дальше это вылилось в спектакль «Прикасаемые». То есть кинопоэзия как прикладной инструмент, это было в самом начале еще проекта, потому что я понимал, что жанр кинопоэтический очень эмоциональный, и вот в таком коротком действительно промежутке времени мы можем очень сильно эмоционально пробить человека в ту или иную сторону, или в сторону просто искусства и освоения поэзии, знакомства с поэзией, так и в очень прикладном, в том числе благотворительном. В самом начале пути, в 2016 году, я понимаю, что это возможно, это соединение такое, мы для фонда соединения сделали ролик, у них тогда как раз короткий номер появился, смс для пожертвований, и мы сделали кинопоэтический ролик с Аленой Капустьян, с их девушкой, которая помогает фонд, где стихотворение Тютчева «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», за кадром читалось, а в кадре была вот эта вот как бы очень коротко рассказанная история человека, который из потемок выходит в свет, и обуреваем тревогами, он один и в полной темноте, и в пустоте, но к нему приходит вот эта помощь через тактильные ощущения, и потом на дактиле. Я был вместе с ней в кадре, и стихотворение начиналось как бы закадровым текстом, а потом продолжалось еще и тем, что я его рассказывал на дактиле, ей в руку. И просто простая на самом деле очень история, сценарий очень простой, что человек выходит из тьмы в тревоге и получает помощь. И стихотворение как нельзя лучше этот смысл, суть это доносит не в простой лобовой форме «Помоги, будь человеком», а в поэтической. И эмоционально это, конечно, больше пробивает. И с тех пор мы с соединением подружились, познакомились, все это привело к спектаклю «Прикасаемые». А буквально год назад мы сотрудничали с Московским зоопарком, проект «Кинопоэзия», сделали четыре фильма на стихи о животных с участием анимации и с участием четыре учредителя детских фонда. У нас было в кадре четыре фильма, четыре учредителя. Известные артисты Костя Хабенский, Ксения Рапопорт, Егор Беройев и Лиза Боярская. Мы сделали эти четыре фильма в кинопоэзии с мультиками, очень светлые и прекрасные получились. И на основе этих фильмов 12 апреля у Терезы Дуровой на себе пуховки в большом-большом зале. Она нам отдала один день, тысячник. Мы сделали концерт огромный. Там музыканты наши друзья выступали, цирковые ребята номера показывали. Режиссер придумал какой-то сценарий, тоже там девочка, которая идет. И эти фильмы были вплетены в это действие. Мы собрали огромный зал и средства отдали в эти фонды. То есть это очень просто на самом деле. Был ли какой-то приятный отклик, обратная связь по поводу вашей работы, по поводу кинопоэзии? Для вас важнее какой отклик? От профессионалов или все же от молодого поколения? Хороший вопрос. Мне важен и тот, и тот отклик, сейчас вам скажу. Но от профессионалов я получил отклики разные. И это очень здорово. На том же кинотавре пришли к нам на наш показ разные режиссеры, продюсеры. И были высказаны разные совершенно мнения. Я понял одно для себя, что на дорожку, которую мы вступили, это очень непростой путь. Это при кажущейся простоте, как бы, да, ну вот там сделай красивую картинку, расскажи там стишок за кадром и все. И все будет здорово. Вот у тебя там падающие листья, там, не знаю, там, росана на траве, снежинки на стекле и вот тебе кинопоэзия. А нет. Понимаете, никто же законов этого жанра не вывел. В общем, в Афгике этому не учатся, снимать поэтическое кино. Поэтому мы с режиссерами молодыми, которым это интересно, движемся все равно на ощупь. Мы движемся по интуиции, по каким-то своим ощущениям внутренним. Как это соединить стихи и кино, чтобы никто не проиграл, чтобы кино раскрывало стихотворение и, наоборот, стихотворение не забивало кино. Это очень тонкая вещь. И много критики было высказано в Сочи, я очень к ней прислушался. Это дало мне такой бойцовскую стойку на продолжение. Ну а в принципе, конечно же, то, что, как откликаются на это люди, мне, конечно, это важно и нужно, но, вы знаете, вот этим порохом, там, да, или как топливом, для того, чтобы не угаснуть и не отчаяться, идти дальше, служит и не то, и не другое, а служит, вот, как вам сказать, сама энергия творчества. Вот она настолько крутая, она настолько мне, это моя душина, что, когда, вот у меня был период, там, репетиции в театрах, не до этого, и, как бы, я для себя определил, так проект стал в режим стендбай. Ну так, да, как бы, немножко мы это притормозили. Вот, и как только я себе это сказал, мне приходят сценарии от молодых режиссеров из ВГИКа, Софии и Полины Набока, такие девчонки, очень, очень талантливые. Вот, и вдруг от них приходит сценарий по Борису Рыжему, а я его обожаю, просто все время ждал, кто, кто, когда у нас будет случай сделать Рыжего. И вдруг они присылают потрясающий сценарий Рыжего. И все, и меня сшибает опять, как бы, я, мне как кислородную подушку ко мне подключили, я прям, во мне опять все забурлило, все, мы спродюсировали, там, ложились, сложились, просто, просто сложились, сами говорят, минимум надо, мы сделаем это по минимуму, но вот это будет круто. И я увидел, что это будет круто. И это стало круто. Они сняли фильм, и сейчас, буквально, вот в эти дни, он участвует в конкурсе в американском кинофестивале, в Торонто, в Лас-Вегасе он был, сейчас в Торонто показы, там, Мегафест называется, это фестиваль, объединяющий разные жанры искусства, вот американский кинофестиваль, он пошел туда в конкурс, и сейчас он там в конкурсной программе. То есть отборщики его отобрали от России в этом жанре, как нечто такое, ну, интересное, да, для них уникальное. Вы очень часто говорили о том, что кино, кино, карьера у вас поставлена на паузу некую, то есть вам больше интересна работа в театре, нет? Не совсем так. В моем родном Московском художественном театре имени Чехова после долгой паузы в пять сезонов без новой работы у меня открылся крантик, что называется, в прошлом году, и этот сезон у меня действительно был очень театральный. Это не значит, что я ставлю кино на паузу, ну, просто так, из-за того, что у нас в сутках 24 часа, а в году 365 дней, и мы никуда от этого не денемся. У меня время многое полностью ушло в театр. Я выпустил спектакли с Дмитрием Анатольевичем Крымовым, потрясающим, великолепным режиссером, с которым встреча для меня просто, ну, счастье какое-то творческое. Спектакль Сережа по мотивам Анны Карениной, да, по роману Толстого Анны Карениной, и роль Алексея Каренина, и встреча с Крымовым в этой роли. Ну, это счастье. Это просто творческое счастье. Это просто полные штаны счастья. Это, ну, вот, абсолютно мой театр, моя эстетика, и купание, что называется. При том, что это действительно было очень трудно, не просто войти в его метод, в его систему координаты. Вот, потом случился Булгаков-бег в постановке Сергея Васильевича Женовача, первая постановка его как художественного руководителя. И вот весной была премьера. А сейчас идут репетиции в Театре наций у Вегени Витальевича Миронова, как приглашенный артист, и репетировав пьесе «Дядя Ваня», Антона Павловича Чехова в постановке французского режиссера Стефана Брауншвейга. То есть театр в этом году у меня прям, пух, закрутил меня. Вот, я этим очень рад, очень рад, потому что, ну, как-то давно хотелось, и вот оно. Вот, что касается кино, то сейчас я постепенно, да. Понимаете, какая штука, с кино такая вещь, что у меня изначально, в принципе, не было каких-то таких огромных работ в кино, таких мощных, больших, там, в большом кино. Ну, вот, пока не случилось. Вот, и в основном была какая-то телевизионная, сериальная история. Где-то очень плохая, где-то получше, где-то хорошая. Ну, на сегодняшний день просто я пытаюсь очень изменить парадигму свою в этом смысле, потому что есть некий такой клишированный загон в персонажей бизнесменов, чекистов, гэбэшников, вот эта вся муть. И я из нее активно вырываюсь. Вот, с помощью своего агента просто-напросто не соглашаюсь на какие-то плоские роли, которые, если они приходят. Поэтому работы в кино, как бы, я меньше, но просто мне очень хочется уже тратить свое драгоценное время, которое я бы лучше потратил на детей, и театр, и семью, и кинопоэзию. У вас как человека, мне очень понравилось, как Мария Миронова о вас сказала, да, человек с тонкой вибрацией и поэтическими ощущениями жизни, да. Вот я не могу вас не спросить, мне интересно, как вы ответите на этот вопрос, да, что для вас любовь и какое любимое произведение поэтическое у вас на эту тему? Для меня любовь – это, как вам сказать, это то, без чего я, наверное, не смогу жить. Для меня это основа. Я не скажу смысл, да, как бы, потому что я не знаю. Но то, что это основа и, как бы, вот, действительно какой-то камень, на котором все, но я не смогу без нее, просто я знаю, это мне необходимо. А проэтические произведения их много, я не смогу выделить одно. Я не смогу выделить одно, потому что каждый поэт рассказал об этом так уникально, каждый великий поэт, каждый хороший поэт, что так по-своему, что ты не можешь сказать, что вот это да, а вот это нет. Оно, это как калейдоскоп, знаете, вот огромный-огромный калейдоскоп. Поэтому любимого стишка на эту тему у меня нет. На самом деле пугает немного тенденция, что само понятие «любовь» сегодня довольно размыто, да, и транслируется очень многое, и скины экрана, да, и, в общем-то, если я об этом спрашиваю молодежь, то они совсем теряются, как будто бы и не знают о том, как ответить на этот вопрос. Да, это проблема. А с детьми, если мы говорим о детях, как им объяснить или только своим примером, только показать? Наверное, это можно и объяснить, но лучше показать. Я бы так сказал. Потому что слова неподкрепленные. Если человек будет слышать, что это «любовь» вот так, а в семье этого не будет, он же все равно верит чувствами. Поэтому сказать можно и нужно, но лучше подкреплять делами. Мне кажется, очень плохо то, что это слово очень, ну, как бы, размыто и уходит из-за обихода, и его надо возвращать, мне кажется. С помощью поэзии? В том числе. Будем возвращать? В том числе. Финальный вопрос нашей программы, то, о чем мы с вами говорили, он всегда звучит одинаково. Оглядываясь на свою жизнь, могли бы вы сформулировать, за что больше всего вы благодарны Богу? Вот, наверное, за это ощущение невозможности жизни без любви. Для меня это очень важная штука. Действительно. Если бы во мне этого не было, я не знаю, как бы я жил и выжил бы. Вот за это ощущение. Потому что оно, в общем-то, мне и дает силы жить. Спасибо вам большое. Творческих вам сил, замечательных ролей. И пусть будет та самая экранная роль, потому что, знаете, говорят, много актеров, но нет лиц. Не хватает лиц. Пусть появится та роль, которая вас действительно вдохновит и поможет высказаться с экрана. Спасибо вам большое. И вам всего доброго. Вы знаете.